Мы привыкли считать Peugeot 408 бюджетным седаном для развивающихся рынков. Однако ситуация изменилась. Для Европы сделали отдельную модель с таким же названием, но совершенно другой внешностью и технической начинкой. Новинка состоит в близком родстве с Peugeot 308. В основе всё та же платформа и MP2. Но колёсная база увеличена на 5 см, колея тоже выросла. Но самое интересное отличие — это дорожный просвет, который вырос до порядочных 19 см. В таком же формате кросс-лифтбэка с прошлого года выступают Citroёны C4 и C5X. Но промежуточная модель C4X пока существует только в виде слухов. А вот Peugeot 408 попадает точно в середину между собратьями от двойного шеврона. Причём маркетологи Peugeot придумали для новинки термин «пятидверный фастбэк». Такой же причудливый с точки зрения традиционной классификации кузов как четырёхдверное купе. Однако увлечённую гендерным разнообразием Европу такие условности давно не интересуют. А вот в интерьере мы видим вполне традиционную для Peugeot архитектуру i-Cockpit с парой 10-дюймовых мониторов. Бензоэлектрических версий две. И они похожи. В обоих случаях под капотом турбомотор 1.6, восьмиступенчатый автомат и максимальный крутящий момент в 360 ньютон-метров. Отличие в настройках ДВС, который может выдавать 150 или 180 сил. А максимальная мощность всей силовой установки составляет 180 или 225 лошадиных сил соответственно. Оба плагина способны проехать до 60 километров на электротяге, не потратив ни капли топлива. Модификация с простым бензиновым мотором одна-единственная. Под ее капотом трехцилиндровый двигатель Putec и восьмиступенчатый автомат. Дизельных модификаций полного привода нет и не планируется, а вот полностью электрическая версия будет. При этом другой Peugeot 408, тот самый бюджетный седан, не просто остается в строю, но и обновляется. Очередной рестайлинг, переоформленная передняя часть, задний бампер и светотехника. Но главное отличие это новый салон, который уже знаком по другим моделям марки. На некоторых рынках будут продаваться обе версии 408 модели, а во избежание путаницы к названию европейской новинки добавят букву «Х». КОНЕЦ